Мы продолжаем говорить о напряженной криминогенной обстановке на востоке Украины. У нас в студии адвокат Андрей Бузаров. Андрей, добрый вечер. Прежде чем мы вернемся к теме заложников, я бы хотела, чтобы в нескольких словах мы прокомментировали ситуацию с бизнесом, в частности с его присвоением. Это имеет место быть достаточно часто сегодня. Какими статьями Уголовного кодекса регулируются такие действия? Прежде всего, следует отметить, что конкретно нет статьи в Уголовном кодексе Украины, вообще действующем законодательстве Украины, которая бы определяла ответственность за завладение бизнесом или тому подобное. Потому что бизнес это конкретное понятие, которое подлежит определению в конкретной ситуации. Если мы говорим про бизнес недвижимости, то соответствующим образом мы говорим об квартирах, земельных участках. Если мы говорим о товаре, для торговли это товар. То есть в каждом конкретном случае нужно устанавливать что-либо было предметом посягательства. Если это был товар, то соответствующим образом это может быть кража, грабеж, это может быть статья, которая регулирует разбой и так далее. Если это был автомобиль, то это незаконное завладение транспортным средством. Поэтому нужно в конкретной ситуации смотреть, что именно стало предметом посягательства и соответствующим образом определять юридическую квалификацию данного деяния. Если мы говорим о так называемом взятии бизнеса под контроль и о требовании платить некую оплату, некую дань за это, есть ли какое-то название таким действием в правовом поле? Подобные действия содержат в себе элементы различных уголовных деяний, различных статей уголовного кодекса. Когда мы говорим про дань, так называемую, или мзду, как ее часто говорят, то это, конечно же, действие содержит в себе признаки состава преступления, предусмотренного вымогательством. Там провокация, шантаж, все, что связано с вымогательством, за что, может быть, даже и мошенничество, кстати, сюда может теоретически относиться. Поэтому, конечно, все это теоретически подпадает под эти статьи или под другие статьи уголовного кодекса. То есть вещи это наказуемые, но почему-то герой в сюжете сказал, что обращаться в милицию в Луганске он не хочет, не планирует, так как не верит в то, что сегодня на данной территории его проблемы будут разрешены. А как адвокат, что посоветуете вы? Идти или не идти в милицию? Этот вопрос, я думаю, может касаться и обращения родных человека, который оказался в заложниках. Многие не хотят идти в милицию, так как не видят в этом смысла. Вы знаете, здесь я бы разделил данный ваш вопрос на два момента. Тут юридический и политический аспект. Юридически, безусловно, есть процедура, она существует, действует на территории Украины, где любой человек может обратиться в правоохранительные органы в установленном порядке, сообщение о преступлении, либо его родственники, это понятно. Но политический вопрос заключается в том, что на сегодняшний день этой территории фактически не контролируется украинской властью. Там нет самого главного элемента государства, а именно аппарата принуждения, аппарата власти, скажем так. И реализовать, защитить каким-то образом украинская власть не может этого гражданина. Но не стоит ему отчаиваться. Я думаю, все равно нужно обращаться туда, где есть возможность хотя бы зафиксировать сам факт данного преступления, данного посягательства. То есть обращаться в те ближайшие органы, где есть украинская власть, в соседние регионы, в соседнюю область, в соседний район. Ничего не делать, это не выход в этой ситуации. И самостоятельный человек не способен решить этот вопрос. Поэтому я рекомендую, как адвокат, обращаться в ближайшие органы, чтобы каким-то образом зафиксировали факт того, что это имело место. Мы сегодня очень много говорим о том, как помочь родным вызволить из плена заложника. Но ни разу пока еще мы не упомянули, по каким причинам сегодня на Востоке человек может в принципе попасть в плен. Андрей, я знаю, что вы долгое время жили и работали в Донецке. Вы знакомы с ситуацией, которая сейчас в нашем родном городе. Я думаю, что мы с вами вместе могли бы от определенных каких-то вещей наших телезрителей предостеречь. И дабы не провоцировать на что-то несогласных с ними. Да, к сожалению, с юридической точки зрения очень трудно дать ответ четкий на вопрос, на эту ситуацию. Много выходцев из Донбасса сейчас находится в Киеве. Я хочу сказать, может быть, кто-то не знает, что было зарегистрировано Донбасское землячество Киева, общественная организация, группа инициативных людей, которая объединила многих донецких, кто сейчас проживает в Киеве. И я знаю, что одним из направлений деятельности этой организации и других организаций подобных является оказание консультационных и информационных услуг, скажем так, информационной помощи, в том числе и по вопросу обмена заложниками или поиска людей, пропавших без вести. Потому что очень часто трудно установить статус того или иного человека, когда он заложник, когда он пропавший без вести, где он находится. В Киеве множество организаций, в частности, офицерский корпус, за которого вы слышали, я думаю, занимается этими вопросами. Немного позднее мы покажем контакт. Да, это очень хорошо было бы, потому что много организаций, которые пытаются вопрос решить. Самый сложный момент в этой ситуации с юридической точки зрения, то, что на сегодняшний день нет никакого официального государственного уровня, который бы этим занимался. То есть, фактически, это все на уровне институтов гражданского общества, какие-то общественные организации, отдельные инициативы, отдельные группы. А что касается межведомственного центра, созданного при СБУ? Я слышал о нем, на него ссылался, в частности, генерал Рубан, этот центр, но я бы не слышал о его активной деятельности. В течение последних нескольких дней я пыталась туда дозвониться, для того, чтобы пригласить спикера в студию, но, к сожалению, трубку так никто и не взял. И никто не ответил. Ну, это и подтверждение лишней активности. Андрей, мы сегодня упоминали несколько, я бы даже сказала, множество способов повлиять на ситуацию, вызволить заложника, одним из которых назывался выкуп. А насколько этот способ решения проблемы лежит в правовом поле и действительно стоит ли к нему вообще прибегать? Возможно, необходимо давить на какие-то законные механизмы урегулирования ситуации? Ведь, как мы уже говорили, есть ответственные определенные органы, которые должны, имеют право и обязаны вести переговоры. Да, абсолютно правильно вы сказали. Дело в том, что, честно, мое мнение как юриста, я считаю, что любые варианты выкупа недопустимы с любой точки зрения. Это вне правового поля, такой процедуры нет, существовать просто не может. Независимо от того, будь то представитель украинской власти или кто-то от украинской власти пытается это использовать, будь то представитель ДНР, ЛНР, я думаю, это не нравится никому. Поскольку это способ зарабатывания денег, это уже бизнес является, естественно, это не совсем правильно. Более того, я уверен, что это вне моральной точки зрения лежит, использовать такие методы выкупа. Подчеркну еще раз, никакого правового регулирования подобных вещей нет и не может, я считаю, быть. Андрей, в завершение очень кратко рекомендации по освобождению заложника, что вы советуете родным, буквально тезисно, куда обратиться, куда позвонить, что сделать. Прежде всего, я хотел бы сказать, что сначала нужно четко определиться, где находится этот гражданин, при каких обстоятельствах он пропал. Поскольку в большинстве случаев очень тяжело гражданам и родственникам пропавших установить статус. То есть, где они находятся, под чьим контролем. Второй этап, нужно в любом случае обращаться в официальные органы. То есть, милиция, прокуратура, СБУ даже, и сказать, что вот такой факт произошел. В случае отсутствия активных действий со стороны этих органов, нужно обращаться в третий этап. Это Институт гражданского общества Украины, общественные организации, которые уже зарекомендовали себя в этой сфере. Мы о них вспоминали. К ним нужно обратиться и узнать максимальную информацию, передать свою информацию, что человек пропал, можно ли как-то что-то узнать. Я знаю, что эти организации имеют уже опыт общения с представителями ДНР и ЛНР. В ДНР и ЛНР есть тоже такие органы, которыми занимается группа людей. Поэтому есть большая вероятность, что может быть какой-то позитивный результат. Спасибо вам огромное за консультацию. Адвокат Андрей Бузаров был в нашей студии. И в завершение контакты организаций, которые могут помочь в освобождении заложников на Востоке. Центр освобождения пленных 063, 3 восьмерки 4040, 095, 628, 308. Также межведомственный центр помощи по вопросам освобождения пленных и поиска пропавших на Востоке страны. 0800, 501, 482, 044, 235, 6367. На этом все. Встретимся в следующую среду. После времени новостей Донбасса в студии работала Катерина Острушко. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!